Всем привет, мои дорогие! С вами Ирина Баханова на канале Мастер своего дела. Друзья, я просто не могла не показать вам эти простые варианты вкусных и быстрых закусок. Они просто великолепны! Я думаю, что на любой праздник, не только на Новый год, их можно приготовить. Такая вкуснятина получается. Не будем медлить, давайте уже приступать. Итак, первая закуска. Я буду её готовить из слоёного теста и творожного сыра. Это так вкусно! Буквально с первого кусочка я влюбилась в эту закуску. Нам потребуется слоёное бездрожжевое тесто. Разрезаем лист теста на 4 части. Ну а затем каждый квадратик нужно разрезать ещё пополам. Получаются в результате прямоугольники. После этого прямоугольники нужно немного раскатать скалкой. Лишнее можно обрезать. Всё это сворачиваем пополам и скрепляем вилочкой. Должно получиться одно отверстие, ну как карманчик. Подготовленные мешочки я выкладываю на противень, который уже застелила пергаментом. Также яйцо взбиваю вилочкой, ну просто взбалтываю. И затем промазываю уже готовые мешочки. Для этого я беру кулинарный венчик и аккуратненько вот так смазываю. С одной стороны получается смазываю, а на другой стороне у меня эти мешочки лежат на противне. Запекаю я их в духовке примерно минут 10 при температуре 180 градусов. И затем уже наполняю творожным сыром. Листик салата сюда, ну а сверху кусочек красной рыбы. И получается такая вкуснота. Как по мне, так это просто идеальная закуска. Здесь нет ничего лишнего, но вкус обалденный. И как вы уже поняли, друзья, готовится она очень быстро и просто. Дорогие мои, вторая закуска. Она нереальная, не только красивая, но и вкусная. Давайте готовить. Это закуска с творожным сыром, который будет выступать в качестве начинки. Ну а основой послужит морковный бисквит и не грамма муки, друзья. Сырую морковь я натираю на мелкую терку и притушиваю на сковороде с небольшим количеством соли. Предварительно влив растительное масло. Беру 2 яйца, разделяю яйца на белки и желтки. Также мне потребуется венчик для взбивания. Белки нужно будет взбить вместе с солью до пышной однородной массы. В процессе нужно будет добавить также еще и сахар. Все это делается быстро, просто моментально, на большой скорости. В результате этих нехитрых действий должна получиться довольно-таки густая, пышная белковая смесь. Я думаю, что этот этап не вызовет у вас никаких сложностей. Достаточно просто иметь под рукой миксер и бжевенчик, как у меня. Затем, когда белки уже взбиты, добавляем сюда яичные желтки и продолжаем взбивать где-то еще минуту. Вот такая красивая устойчивая масса получается. Добавляем сюда морковь и аккуратно перемешиваем все лопаточкой. Далее я подготовила уже противень. Сюда выложила силиконовый коврик. И выкладываю теперь сюда всю эту массу. Распределяю в ровный пласт. Нужно все это будет отправить в духовку. Примерно минут на 7-10 готовим при температуре 180 градусов. И получится отличный бисквит. Друзья, и маленькая такая пометочка вам от меня. Если будете готовить все это на пергаменте, то лучше всего уже использовать обработанный силиконизированный пергамент. Чтобы потом легко все отделялось. Далее мы уже подравниваем наш бисквит. Обрезаем все лишнее. И разрезаю я его на три части. Хотя, знаете, здесь уже можно включить и свою фантазию. Например, сделать из этого бисквита обычный рулет. Но мне вот так вот нравится больше. Далее две половинки я смазываю творожным сыром. А далее подготовленные половинки я укладываю одну на другую. Сверху у меня идет половинка без начинки. Здесь уже морковный бисквит я украшаю перьями лука и кусочками красной рыбы. Эта закуска прямо то, что надо. Она хоть и на один зубок, но тает во рту. Очень праздничная и аппетитная. Ребята, вы уже поняли, что третья закуска это нечто. Стоит приготовить обязательно просто, быстро и так вкусно. Да-да, это елочные игрушки с селедочкой. Ммм, какая вкуснятина. И, ребята, здесь совсем никакой сложности. Самые простые продукты. Подготавливаю ингредиенты. Сыр натираю на мелкую терку. Укроп измельчаю ножом. Он таки и послужит основой для моих игрушек. Кстати, если нет свежего укропа, можно использовать и замороженный. Тоже очень подойдет. Отваренный картофель я натираю на крупную терку. Селедку нужно порезать небольшими кусочками. Можно слишком мелкими, можно чуть покрупнее. Но это уже как вы хотите ощущать селедочку в закуске. Конечно, нужно постараться, чтобы не было косточек. Далее нужно отваренные яйца натереть на крупную терку. Мы начинаем все собирать. В чашу к яйцам я отправляю сыр, картофель, селедку, кусочек сливочного масла. Масло должно быть при этом подтаявшим. И все это хорошенечко перемешиваем до однородности. Когда уже все подготовлено, руки нужно смочить в холодной воде. И формируем шарики. Эти шарики нужно будет обвалять в укропе. Вот так просто все получается. Ну а далее уже подготовленные елочные игрушки остается только украсить. Можно, конечно, было бы их украсить зернышками граната. Но у меня граната не оказалась. Поэтому я украшаю половинками маслин. И вставляю в эти половинки веточки укропа. Можно использовать веточки петрушки. Но что у вас найдется, тем и украшайте. Вот и все. Закуска готова. Друзья, я хотела вам показать простые, но вкусные закуски. Надеюсь, что у меня это получилось. Пишите в комментариях ваше мнение о таких закусках. Внизу в инфобоксе две ссылки на мои каналы. Это канал о жизни Ирина Быханова. Там все обо мне, все про меня, вся моя жизнь. И канал с быстрыми и простыми рецептами готовим дома. Там все моментально. И я не болтаю, нет ничего лишнего. И, конечно же, я оставляю вам внизу в инфобоксе ссылки на самые интересные новогодние столы. Новый год же уже на пороге, поэтому нужно подготовить интересные рецепты. Там, надеюсь, вы найдете что-то интересненькое для себя, если еще не видели эти видео. Ну, а мы с вами увидимся уже совсем скоро. Всем пока-пока, мои дорогие. С наступающим Новым Годом и Рождеством! Новым Годом и Рождеством!